Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия первого страны в своей области на открытии фестиваля показательного многогорья в среде доступных образовательных организаций и монетно-патриотечных клубов, предъявляющих историю культуры и казачьих компаний. Наш фестиваля по реализованным периодам, когда россиян степенали в Великой Памятной Италии, победа новководцев дружи под руководством Александра Ярского в Тальческом ходе и 72-й годовщины Памятной Великой Отечественной войне. Организатор по университету Саратовская региональная общественная организатор Саратовский отец и казачьих областей и Саратовская региональная активность общей общественной организации Советского здоровья в России и Солунии. В качестве большого гостя в России по церемонии открытия и чистую… Агатон Сергей Александрович, Саратовская Г spun EEG. Шалин – Еслибери, Анатурцев, 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 Рудьяна, Едоми recite, Идисман Андрей Гридreeч, Анатурцев, Рудьяна, ЕдомиẸ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 которую мы развиваем в Саратовской области, куда входит ряд дисциплин, рукопашный казачий бой, метание ножей, фланкировка, рубка, фехтование на сабле. То есть в достаточной степени себя может проявить каждый казак. Что такое казак? Казак это прежде всего воин, защитник. Поэтому наша задача постигать воинские искусства, владеть совершенствами всем тем, чем владели наши деды и братья. И достойно, если надо, защитить нашу любимую Родину. Спасибо с Богом. Разрешите слово для приветствия предоставить Габдрахману Искандеру Хаматуровичу, вице-президенту Федерации Кудо-России, мастеру спорта, черный пояс, третий дам. Здравствуйте, уважаемые гости, спортсмены. Хотелось бы поздравить вас с новым начинанием, поздравиться с таким праздником, где мы будем проводить действительно многоборье. Несколько нас делал будет у нас и рукопашный бой, и таня ножей. Сейчас вот Андрей Викторович подчеркнул, все сказал. Я скажу честно, что мы не планировали провести именно вот такой праздник, как сегодня. Мы хотели сделать пробный шаг, небольшой турнир провести, посмотреть, присмотреться, как все это будет выглядеть. Но Андрей Викторович решил провести уже, ну так, более широким размахом. Хотелось бы только отметить одно. Во время проведения поединков у нас правила объединены. Во время проведения поединков мы будем уже, самое главное, смотреть на то, чтобы нашим детям не было нанесено каких-либо травм физически. Поэтому мы будем останавливать поединки, где будем считать, что уже достаточно дать какую-то оценку. То есть мы сами тоже будем рассматриваться к правилам. Я это объясняю для родителей, для спортсменов, для тех, кто будет наблюдать за нашими поединками. Все еще у нас в разработке, хотя в принципе все уже отделено. Поэтому родители, если ваш ребенок проиграет, не расстраивайтесь, он уже совершил победу тем, что вышел на татами. Далее большая просьба спортсменам, тренерам и родителям. В зале прохладно. Сейчас, когда дети уже уйдут на подготовку, одеть им наверх куртки, носки, закрыть дверь. И чтобы они у нас не мерзли, не заболели. А то скажут, что мы пришли на турнир и заболели. Еще раз я хочу пожелать нам всем удачи, чтобы у нас все сложилось отлично, хорошо. И сегодня на турнире победит, пускай сильнейший. Покажем свой дух и технические умы. Всем спасибо. Слово для облашения регламента предоставляет Заметисову Андрею Викторовичу. Дорогие участники, сейчас уже в принципе мы начали наш турнир, потому что уже у нас работает одна площадка по метанию ножей. Сейчас мы готовимся к проведению непосредственно, мы сейчас объявим первые две пары. Ребята оттенут экипировку, защитную снаряжение. После метания ножей и руки у нас здесь на татаме пройдет ножевой бой и фехтование. То есть вот у нас такие дисциплины. И впоследствии состоится уже награждение. Но я думаю, сегодня все покажут достойный уровень подготовки, владения боевым искусством, метания ножей, неживого боя и все остальное. Потому что ребята готовились с военно-патриотических клубов. И наши ребята с рукопашного боя, с клуба единоборств Плютич. В принципе, все готовы. Всего вам доброго, успехов, победы. Все, больно, за речи. Спасибо.